Сергей, здравствуйте! Здравствуйте! Представьте, пожалуйста! Я представиться? Может, вы меня представите? Ладно. Сегодня у нас выходит первый раз рубрика, которая называется... Как, Сергей? Хоккейный блин! Вратарский блин, добра! Какая разница! Первый матч нашей сборной со шведами был не очень. Почему? Шведы очень серьезные соперники. Состав у шведов очень классный, поэтому можно говорить про классную игру самих шведов, как они связывали наши сильные стороны нашей сборной. Это быстрое, хорошее нападение, быстрый переход из обороны в атаку. То есть, если посмотреть внимание, то практически ни одной атаки сходу у нашей сборной не получилось. Да, мы можем предъявлять претензии нашей сборной. Не было такой активности, которую мы привыкли видеть. Но, надо сказать, хорошие слова про шведов, которые просто по ногам и рукам связали наших игроков в средней зоне, и поэтому наши лидеры оказались в тени, что, к сожалению, для нас, и для болельщиков, наверное, и для тренерского штаба, и вообще для всех, кто переезжает в сборной России, то, что на шведов показали просто отличный матч в плане тактической схемы и ее выполнения на льду. Для тренерского штаба удивление было игра, швед? Сюрприз? Я, к сожалению, к сожалению, наверное, пока не нахожусь в тренерском штабе нашей национальной сборной, поэтому я не могу сказать, сюрприз это или нет. Шведский тренер Грандберг очень здорово разобрал наши все сильные стороны. Это было факт. Нас не радует пока что наши лидеры, от кого мы действительно ждем заброшенные шайбы и активные игры. Это Александр Овечкин, хоть он забросил шайбу шведам, но это последние минуты, когда уже, ну, гроги были, можно сказать, то есть тяжело было спасти ситуацию. И, ну, забросил, молодец, но, к сожалению, это не с первого периода. Пока не видно Евгения Малкина. Не так здорово действует Артемий Панарин, особенно в первой игре со шведами. Всего один бросок. Есть куда нашей сборной прибавлять. Шведы обычно считались как бы удобными для наших соревнований. Почему нельзя было с первого периода давить-давить, делать что-то в первом периоде, а дальше быть по счету? Ну, я бы не сказал, что шведы так нам удобны. На евротурах, да, на евротурах, конечно, удобнее. Почему? Потому что на любой этап евротуру наша сборная собирает сильнейший состав. Это те ребята, которые играют в кандидатальной хоккейной лиге, а это лучшая все-таки лига на данный момент, европейская лига. И поэтому мы едем на любой евротуру сильнейшим составом. У шведской сборной вообще шведская система рассчитана совершенно по-другому. Есть молодые ребята, которые играют внутри чемпионата, а те, кто у кого-то что-то же получается, он либо едет к нам играть, Да, у нас есть шведы, которые здорово играют, либо их отправляют в национальную хоккейную лигу. И на евротурах мы их обыгрываем. Что касается чемпионатов мира, либо кубок мира, который проходил 12 лет назад, то шведы нас наказывают очень часто. Как тебе игра с североамериканской молодежью? В первом периоде вы также обкатывались и только начали играть в втором. Ну, здесь какая-то закономерность происходит, которую тренерскую штабу надо обязательно решать. Мы три игры играем в Северной Америке. Это выставительный матч с канадцами, официальный матч со Швецией и с Северной Америкой. И все три первых периода мы играем действительно невыразительно. И если мы не проигрываем по счету, как матч со сборной Швеции, то выглядим в них очень слабо. Надо находиться внутри команды и с ребятами разговаривать и понимать, почему так плохо начинаем. Потому что постоянно в интервью ребята говорят же, и все прекрасно понимают, что нам надо начинать лучше играть, нам надо начинать с первой минуты играть, нам надо агрессивнее играть. Но как начинается первый период, у нас всех мы идем за валидолом, начинаем пить таблетки, потому что уже в первых минутах становится страшно. Почему они так с нами? Был бы я звонком, я бы тебе рассказал почему. Но самое главное, если говорим про последний матч с Северной Америкой, главное все-таки, слава богу, наши ребята выиграли. Потому что очень бы не хотелось бы после второго матча, да, начинать уже говорить футбольными терминами, да, за кого ты болеешь. Сначала за Россию, а потом уже там за сборную Канады. Очень здорово, что ребята выиграли, сложнейший матч, и будем ждать дальше их побед. Что еще заметил в игре сборной России, как положительную сторону, так и не отрицательную? Отрицательная сторона – игра в обороне. Я не могу сказать, что неудивительно, не могу сказать, что удивительно. Наша оборона, она очень сильно наступает в нашем нападении. Как нас возили североамериканцы, как нас порой возили шведы, а тем более как канадцы в первом периоде нас возили, на самом деле очень сильно настораживают. Впереди самые важные игры, и впереди нас ждет Финляндия за выход из группы, а потом кто там, канадцы или европейцы, или американцы, там будет очень тяжело. Это, наверное, одно из самых таких больных мест, потому что если не Сергей Бобровский, я думаю, что можно было смело уже упаковать чемоданы и ехать, расходиться по своим клубам. Мне нравится игра в большинстве, все-таки тот потенциал нападения, который у нас есть, те ребята по исполнению, ну возьмем, допустим, Овечкин, сколько он там, 19 шайб, по-моему, в сезоне забил, играю в большинстве. То есть со своей точки, с левого круга бросать, на него играет команда, он практически в большинстве не выходит в Вашингтоне. Почему и здесь он так не играет? Тарасенко забросил, ну могу ошибаться, по-моему, 12, ну что-то вот в этом вроде. Это тоже наши силы. У нас есть Фонарин, у нас есть, если нападение поставить в оборону, у нас есть Марков с неплохим броском. Да, он не бомбардир, но шайбу доставлять может, а у нас, получается, в большинстве мы играем даже хуже, чем 5 на 5. Перед важными матчами есть в чем добавлять. Мне очень понравилось прохождение средней средней зоны, потому что наша сильная сторона сборной России – это быстрые выходы из обороны в атаку. У нас по двум играм, что со Швецией, что со сборной Северной Америки, у нас этого не получалось. И хорошо, во втором периоде мы забили североамериканцам быстрые голы, после чего заменили Мюрре на Гибсона. И кое-как, слава богу, там еле-еле дотерпели до финальной сирены. И спасибо, опять же, Сергею Бавровскому, который, по-моему, получает за два матча отразил 75 бросков. А если брать еще и матч с канадцами, то 123 или 113 – сумасшедшая, на самом деле, нагрузка на вратаря. Боб просто тащит нашу сборную, пока не знаем куда, но он ее тащит, по крайней мере, на выход из группы. Что бы ты сделал с игроками, полевыми, если бы ты был на месте Сергея Бавровского? В команде все это воспринимается. Мы сейчас экспертно относимся ко всему. В команде это не так сильно замечается. Я играл в командах, где по 50 бросков за игру. В принципе, это уже такие команды и играл. Абсолютно нормально. Ну, мы говорим, какой-то турнир с каратичными, очень важные игры. Всего три игры в группе, и там неизвестно, получается, четыре или шесть игр может получиться. Шесть – это будет прекрасно. Сергею просто надо восстанавливаться и делать свое дело, не обращать внимания, то, что полевые игроки порой его бросают. Ну, хотя так тоже нельзя говорить, полевые игроки бросают. Они тоже обороняются, тоже стараются, но Бобровский нас тащит. Что с Емелином случилось? Он, Михаил, там киды у него, это здесь ошибается. Ти-дей, шай. Ну, ошибаются, наверное, все ошибаются. Ну, и Емелин пытается делать киты, и пару раз он у него неплохо получал со шведами и северными американцами. Но, наверное, главная задача сейчас от Емелина – это не хиты, а надежная игра в обороне. Пожелаем ему просто очень здорово провести остаток турнира на самую высокую ночь. Кучеров – уже известный мастер, он очень здорово выступает за ТАМП в ФУБ и непонятно, почему без контракта, но здесь это дело уже, говорит, житейский, пусть разбирается со своим агентом. Наместников очень рад, что ему дали шанс, потому что Наместников в национальной хоккейной лиге играет. Да, ну, не лидирующую позицию занимает, но все равно он играет, он знает стиль игры на маленьких площадках. И поэтому то, что его поставили в игре с североамериканцами, я на самом деле был очень рад, а когда он забросил шайбу – вдвойне. Поэтому Наместников должен играть в нашей сборной в связи с отсутствием Ильи Калычука и Радула, которые тоже должны были играть обязательно на этом турнире. Кто другие сборные? Как тебе? Как другие мне сборные? Да. Смотрел? Я смотрел, но если я скажу канавцев в порядке, вряд ли я кого удивлю. То есть больше расстраивают, наверное, американцы, расстроили по первой игре. Главный минус еще перед турниром был – это главный тренер Тортарелла, который является, ну, таким тренером, будем говорить, пиарщиком, который любит шоу, который очень часто резко высказывается в раздевалках. И если послушать ее даже пресс-конференции, то очень часто они становятся запиканными. Я не привержен, наверное, такого стиля, такого тренера. И если мы посмотрим на те матчи, которые сборная Соединенных Штатов Америка проводила, Кеслер играет постоянно в силовое единоборство. Ездит, втыкается. Кейн втыкается постоянно, ездит. Это не их игра. Есть лидеры, которые, мастерюги, они должны делать результат матча. А есть Баффлин, который тоже втыкается наравне с Кейном и Кеслером. Это ненормально. Если Баффлин ставить в один ряд с этими мастерами, тогда и результата не будет. И поэтому первое поражение от сборной Европы, ну, да, выглядело немного странным, но о причинах можно вот сейчас немного рассудить. Как долго продержались твои тренеры в своей карьере, которые вели себя как-то в татарах? Мои тренеры? Ну, наверное, так вот именно себя никто не ввел. Пресс-конференция – это пресс-конференция. И так, если посмотреть, каждый достаточно хороший тренер, успешный, достаточно солиден, старается вести себя на публике как лицо команды. А это и есть лицо команды, на самом деле. Таких тренеров, которых постоянно запикивают, да, я не встречал в раздевалке, да, в раздевалке, когда сидят там 30 мужиков, и разговор у них совершенно другой. Ну, пресс-конференция или поведение в жизни, ну, такого не должно быть. Что ждать нам с матча с Финнами? Ой, ребят, на самом деле, что ждать? Здесь можно ждать и победы, и поражения, можно ждать вообще всего, что угодно. Потому что еще перед началом Кубка мира, я сказал, что в нашей группе ну, ставить на кого-то просто бесполезно. Здесь могут выйти, как и сборная Финляндии, Северной Америки, или Россия, Швеция. Здесь бесполезно что-то гадать. Ну, мы как патриоты, мы, конечно же, верим на нашу сборную России. Мы, опять же, верим в чудесный матч Сергея Бобровского, то, что Малкин, Овечкин, Фонарин будут забивать. И, конечно, мы желаем только победы. Но то, что будет, предсказать сложно. Верим в победу, ну, по крайней мере, надеемся точно. Сергей, давай обратимся к самому лучшему паблику хоккейного ВКонтакте. Хоккейная империя? Давайте обратимся. Ребята, болельщики, все, кто смотрит эту передачу, и кто не смотрит, может, кто-то просто слышал о ней. Во-первых, смотрите, а во-вторых, задавайте свои вопросы. То, что вас интересует в мире национальной хоккейной лиги, континентальной хоккейной лиги, и любой вопрос будем обсуждать, рассуждать, и, надеясь, давать вам полный, развернутый ответ. А мы благодарим за помощь в реализации съемок «Парк Легенд» «Все хоккей и вратарский блин» в «Парке Легенд». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, и все будет хоккей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok